Котовский завод «Алмаз» – предприятие 60-летней истории, где в разные годы изготавливали и елочные украшения, и пластмассовые игрушки, но одним из основных профилей было и остается производство изделий радиоэлектронной техники. Кроме того, в ассортименте компаний – электротехнические коробки, розетки и выключатели, выпускаемые под собственной торговой маркой. Это у нас супер-дрель, очень интересный станок. Я такого даже не видел. Познакомили главу региона и с производством легкой воды. Эта вода высокой степени очистки, обедненная по тяжелым изотопам кислорода. Не так давно в одном из подразделений завода был налажен полный цикл этого процесса. А эти заводы иностранные у нас? Нет, это дальше. Обороны целиком полностью изготавливаются у нас на предприятии. Ну, за исключением, естественно, фурнитуры какой-то. Котовский завод нетканных материалов – еще один объект в маршруте рабочего визита главы региона. Это системообразующее предприятие, которое занимается производством, собственно, нетканных текстильных материалов и изделий из них. Продукция предприятия используется в сельском хозяйстве, мебельной и швейной промышленности, в производстве медицинских и гигиенических изделий, в качестве утеплителей для одежды и постельных принадлежностей для защиты растений, а также в строительстве. Особую актуальность продукция предприятия приобрела в пандемию. Такой материал, как спонбонд, незаменим при изготовлении одноразовых масок. «Самое главное, что мы узнали, что зарплатные платы выше, чем средние зарплатные платы в Тамбовской области. Зарплатные платы выплачиваются всегда вовремя. Это, наверное, самое главное. Самое главное, что есть загрузка предприятий. Загрузка предприятий очень хорошая. Есть заказы не только на год вперед, а уже на несколько лет». В числе вопросов, поднятых на встрече коллектива с главой региона, вопрос транспортной доступности. По словам работников из Южного микрорайона, добраться до предприятия возможно только пешком. А из-за плохой освещенности местности люди не чувствуют себя в безопасности. Максим Егоров намерен проработать эти вопросы совместно с главой администрации города и руководством предприятия. Юлия Савушкина, Олег Осипов, Анна Мусатова, Область новостей.